добро пожаловать на канал hard reset info это устройство сяоми black shark 3 и сейчас я покажу вам топ фишек этого устройства но поскольку это устройство геймерская каких-то самых элементарных вещах этого устройства рассказывать нечего а простите пожалуйста о чем тогда рассказывать ну в принципе у него нет ничего такого за мудрого за умного просто похвалю его наверное потому что телефон действительно замечательный и я лично считаю что это один из самых лучших телефонов компании сяоми в целом не один из самых лучших вообще в мире телефонов хотя он один из самых лучших действительно но у компании все ми мне кажется это самый удачный телефон например его старшая, точнее, мощнейшая версия. За ее-то деньги мне не нравится. Но за эти деньги, мне кажется, что это действительно топ. Я бы себе его не купил. Я вообще пользуюсь старым Mate 20 Pro. Уже лет до памяти нет. Я полностью доволен. Но если кто-то себе хочет покупать новый телефон, мне кажется, это замечательное устройство. Во-первых, это единственное пока что в моей жизни, наверное, компания, которая положила настолько обалденный чехол в комплектацию. Чехол действительно крут. Я не понимаю, почему другие компании жматятся на этом. Все-таки можно сделать хороший чехол и продать телефон по нормальным деньгам. Возможно? Возможно. Наверное, они еще понимают, что телефоны настолько популярны, чтобы всякие там все, вернее, не всякие, чтобы все магазины продавали чехлы под него. Возможно, они сразу позаботились об этом. Но не знаю. Во всяком случае, чехол просто обалденный. К нему претензий вообще никаких быть не может. Мне кажется, новый такой чехол стоил бы огромных денег. В общем-то, что о самом телефоне, потому что чехол это такое. Звук здесь обалденный. громкий. Что сказать? Давайте включим что-либо. Что-либо включить. Давайте. Я понятия не имею, если честно, что. Вообще. Ну, давайте включим какого-то TEDx. Надеюсь, хоть они нас не забанят. Потому что обычно, если включаю какой-то мужон, нас сразу банят. Давайте включим TEDx. Смотри, кто это? Вот реклама какая-то горимая. Это девочка. Девочка. Да? Просто смотрите. Звук здесь просто невероятный. Он громкий. Звук качественный. Если ты играешь, стереозвук тебя просто поражает. То есть, ну, я не знаю, что о нем говорить. Это просто идеальный телефон для игроков. Для тех, кто играет в игры. Из-за продвинутой системы охлаждения он тупо не греется. Вот, возможно, кто-то из вас знает игру Sky и Дети Света. Это игра, которая просто разработчики забили болт на оптимизацию этой игры под систему Android. Потому что на iOS она работает нормально, а на Android голема просто. И любой телефон, да, вот они просто код взяли, огромный просто тяжеленный код, перевели на Android. И все. И закинули его в Play Market. Сказали, ну, все, ребята, довольствуйтесь тем, что есть. Я на своем, например, Mate 20 Pro могу поиграть в него максимум полчаса. Мой телефон становится печкой, и я дальше не могу в него играть. На P40 Pro была тоже точно та же ситуация. На Samsung Galaxy S20 Ultra точно та же ситуация. На этом устройстве я два часа практически поиграл. Зашел в AIDA64. Посмотрите, насколько он прогрелся. 34 градуса. Я такой, что, как это вообще возможно? Трогаю, но он реально еле-еле теплый. Да, действительно, этот телефон, он просто практически ни к чему не придерешься. Разве что, к чему бы я придрался, так это к переводу интерфейса, потому что он действительно ужасный. Допустим, я не знаю, причем, почему Gamer Studio здесь по-английски, Global Settings, Managed My Games, почему здесь все на английском, если у меня система стоит, язык системы русский. Вот, я не знаю, просто практически везде, вот даже здесь, смотри, даже здесь есть английский язык. Да куда ни зайди, по сути, ты найдешь где-то английский, хоть по сути, у тебя система на русском. Вот смотрите, здесь вообще дисплей Enhancement, не знаю даже как это прочитать, вот полностью на английском языке. По какой причине, если в MIUI оно на русском? Да, это же практически та же система, просто по-другому ее назвали и каких-то левых примочек добавили. То есть, почему они не могли просто взять перевод и перетянуть сюда? Ну, это единственная, наверное, такая серьезная претензия. Ну, конечно же, это система Xiaomi, поэтому здесь вот такие вот артефакты, как небеспок, ойдь и всякие подобные штуки. Это, ну, повсеместно, мне кажется, никакой проблемы из этого серьезно строить не стоит. Просто немножко раздражающий элемент. Ну, вот и все. А так телефон замечательный. Я вот правда вот думал, к чему придраться, да вот не прикопаешься ни к чему. Ну, серьезно, работает быстро, динамик хороший, связь ловит отлично. Да что с ним может быть не так? Экран 90 Гц. ну, то есть, просто отличный телефон, выделяющийся из-за своего дизайна и эргономичности. Потому что он действительно в руке, хоть он тяжелый, невероятно, 5000 практически аккумулятор стоит. из-за того, что он тяжелый, он мог бы быть неудобным, но так он удобный из-за его задней текстуры, фактуры. Короче, ребят, телефон замечательный. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вот есть еще такая штучка здесь, игровая. Не знаю, стой, кому-то о ней говорить. Тут она, короче, игры ускоряет. Если ты играешь в игру, в какую-либо, в принципе. У тебя здесь выскакивает такая менюшка, если ты с правого угла к центру потянешь. И ты тут можешь сразу на месте там звук, сообщение выключить. Но я не знаю, есть ли смысл об этом показывать, потому что это показывать, об этом рассказывать, потому что оно заставляет тебя это увидеть. Ты не можешь это проигнорировать, он тебя заставляет попробовать эту функцию. Сказать типа йоу, смотри, какая у нас крутая функция. Поэтому, ну, не знаю, можно на месте почистить оперативку. Можно на месте в браузер зайти, если нужно что-то закупить сразу. Это на самом деле удобно, можешь играть и там у тебя что-то фармится, а ты ютубчик такой смотришь. Ну, я не знаю, зачем нужна эта функция, но она есть и это прикольно. Для того, чтобы выйти из этого меню, нужно опять эту кнопочку Shark Mode сдвинуть вниз. Спасибо большое за просмотр, ребята. Надеюсь, не захейтите, потому что, ну, действительно, я не знал, что о нем рассказать. Телефон действительно хороший. Он просто хороший и все, у него с тестами, конечно же, тоже все хорошо. по памяти, память быстрая, а не вообще ничего плохого не скажешь, и запись, и чтение, и оперативки, и внутренней встроенной памяти. То есть, здесь все с ним хорошо. Просто телефон, с которым все хорошо, и он за хорошие деньги. Хороший телефон. Спасибо большое за просмотр. С вами был канал HardRaisetInfo. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии с критикой, с пожеланиями, одобрениями, с чем, со всем, что только хотите. Спасибо вам за вашу активность. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok